Я думаю, что правительство сегодня, это наш недостаток, и в лице премьер-министра, и вице-премьера услышали те вопросы, которые нужно решать. Мы выработали ответы на основные вопросы, они были озвучены, в том числе и по стабильности всего процесса образовательного, чтобы мы не шарахались каждый год из стороны в сторону. Мы говорили и о роли учителя, все это правильно, это надо делать. Что касается итогов аттестации за среднюю школу и поступления у вузы, два централизованных экзамена плюс один в виде тестирования, мы пока на этом останавливаемся и доводим людям, чтобы они знали, что на перспективу мы будем идти этим путем. При этом я не исключаю каких-то там дополнительных экспериментов, как в Академии управления, собеседование предварительно, еще как-то, лишь бы это было на пользу. Но смотрите, чтобы противоречия не было, экзамены и собеседование. Человек пришел, сдал отлично экзамены все, а вы его зарезали на собеседование. Тут надо подходить к этому очень аккуратно, осторожно. В Министерстве образования нужно закончить всякие там шарахания. Это очень важно. Есть министр, есть руководство. Мы определили, как я говорю, эту колею. Не мешайте работать министру и Министерству образования. Они разумные люди и министр, знают, как решать те или иные вопросы, согласно закону, законодательства и Конституции. Пусть работают. И хочу предупредить работнику Министерства образования, если кого-то не устраивает министр, руководство, ну тогда надо уже искать другую работу. Вы понимаете мои намеки и знаете, о чем идет речь. Если мы ему не дадим возможности работать, он любого министра туда, кого не назначишь, он не сможет работать. Потому что каждый лезет в Министерство образования и пытается там чего-то помочь, подсказать или же по-своему что-то сделать. Присаживается. Поэтому сегодня мы закончили разговор по задачам, которые стоят перед образованием, двигаемся. Это касается, меньше всего министра образования, больше губернаторов. Услышали, как надо действовать? Действуйте. Без губернаторов ни в здравоохранении, ни в образовании мы вопросов не решим. Но министр все-таки и правительство должно видеть сверху, как они там шевелятся, чтобы не было как в прошлом году. Все хорошо. А потом авралом проходилось штурмовать те вопросы, которые надо было решить. Поэтому губернаторов обращаю на это внимание. Конкретные вопросы школы, автобусы, питание и прочее, это вопросы губернаторов и председателя райисполкома. Займитесь этим. Не создавайте в школах рестораны. Мне даже стыдно о некоторых вопросах говорить там, типа, носят, выносят, воровство. Директор уже в некоторых школах, он сидит, его уже все обслуживают. Стоит вопрос, за чей счет? Я прошу и комитет госконтроля, и соответствующих прокуроров на местах обратить на это серьезное внимание. Притом это же обсуждают родители, а значит и в семье. И что вы хотите от этого ученика? Каким он у вас будет умным и образованным и нравственно ориентированным человеком? Если директор руководства отдельных школ воруют и уже пьянки организовывают в этой школе. Это мерзко, это нехорошо. Поэтому вы разберитесь, как тут нам с этим питанием поступать. Мы там сэкономим колоссальнейшие деньги и в мусорку не будем выбрасывать питание. Не жалко для детей. Мы детей можем накормить нашими продуктами, у нас их хватает. Но половина всего уходит не на детей. Вот так скажем. Поэтому разбирайтесь, губернаторы, а вы серьезно возьмитесь за эту проблему. И прекратите эти закупки, что они там что-то закупают. Выговорить не можем. Как будто у вас дома по-другому готовится. Мне в школу надо прийти, черт знает что закупить, затратить огромные деньги. Завтра выйдет это западное оборудование, да любое. И строя импортные. И мы будем телепаться по всему миру, чтобы эти запчасти купить. Вам это надо? Поэтому разберитесь. Вот вникните по существу. Мы слишком разбешенно себя ведем с бюджетными деньгами. Что касается учебных пособий, вопрос вопросом. Я не совсем, Андрей Иванович, воспринимаю, когда говорят, вот надо деньги на это. Слушайте, вот если бы вы, ну опять про этого Морзолюка, Игоря, попросили его, а у нас же много таких людей. Слушай, собери там ребят и пройдись по учебникам истории. Морзолюк бы вам это сделал за один месяц и людей подобрал. И сказал, что здесь надо шлифануть, здесь, 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 здесь. И вплоть до того, что заключение получили наших людей. Патриотичных, грамотных, умных, понимающих политику. И они бы вам шлифанули эти учебники. И мы бы сделали, ну, настоящий учебник, вот икону. Вот берешь этот учебник, его приятно в руки взять. Я многие учебники, да не многие, а все они так или иначе мне поступают. Я сразу открываю, смотрю, слушай, надо не только там, там очки, надо увеличительное стекло на лоб повесить, для того, чтобы увидеть, что там написано. Ну, разве это учебник? Не надо на учебнике жалеть деньги. Красивая, бумага хорошая. Тем более, это же не на один год учебник. Ну, и прочее, вы лучше знаете, что делать с учебниками. Сделайте нормальный учебник. Не надо бюрократить эту работу. Не надо оттягивать и эксперименты проводить. Возьмите все учебники, которые мы с вами прошли, начиная с советских времен. Создавали и прочее. И сделайте хороший учебник. С учителями. Чтобы не академики делали. Ну, что на них там накатывать и что-то требовать. Они на своем уровне, они там, в космосе, по знаниям, опыту и прочее. И они оторвались от учеников, и они думают, что и ученики уже такие. Да нет. Поэтому я всегда заземляю на учителей. Сделайте нормальные учебники. Это же прежде всего по гуманитарным дисциплинам. Ну, что вы там по физике, математике нового придумываете? Только наломаете дров и нахомутаете столько проблем, что ни родители, ни дети, и даже учителя часто не понимают, что там за учебники в этом. Александр Георгиевич, если позволите, два слова буквально. Мы эту работу ведем. Учебники мы правим. В том числе и в соответствии с теми требованиями последних лет, которые есть. Поэтому эта работа ведется. Мы по учебникам договорились, сделайте нормальный учебник. И принесите, покажите мне его. Мы не говорили о субботних занятиях в школе. Когда-то мы и принимали определенное решение. Суббота – это здоровье детей. И нюансы там какие-то, факультатив. Вы все перевели, наверное, на учебу. Но суббота должна быть разгружена, и люди... Ты скажешь, что не так хорошо. Я просто обращаю ваше внимание, что субботние... Ты же сам спортсмен, притом большой спортсмен. Я там немножко возле спорта. Караник у нас, он баскетболом начал заниматься наконец-то, когда губернатором стал. Ну как без спортивных занятий? Я заканчиваю. Как заканчиваю? Я только увидел, что ты начал заниматься. Что касается школы, вы там копейки собираете. То сделать это и прочее. Ничего страшного. У нас бесплатное образование. Только надо разумно это делать директорам. Ну может полтора человека откажутся. Денег не дадут там на ремонт или на что-то. Школу. Ну и не надо. Отказался, отказался. Но обойдемся. Но от этой практики отходить не надо. Но не так. Ты неси столько денег. Мы тут на совете на каком-то решили. Не надо так поступать. Мы деньги на школы найдем. Но если родитель будет участвовать в этом, там копейкой какой-то своей, страха я в этом абсолютно не вижу. У нас люди уже не бедные. По поступлению мы с вами договорились. По профильным кадетским и прочим лицеям мы также договорились. Этому быть. Но не надо как-то было когда-то. Вместо школ гимназии все. Все это разгоняем. Лицей и так далее. Все надо делать осознанно под определенную ответственность. И обязательно разрешительная система. По отработке мы тоже определились. Тут сроки. Уже сейчас надо население аккуратно информировать об этом. Что сроки мы увеличиваем. Мы готовим для себя специалистов. Мы подготовили. Мы тебе даем первое рабочее место. Вот иди и работай. Вот туда нужно. Мы тебя туда направляем. Я тоже проходил через распределение. Да и многие здесь сидящие. И ничего. Спасибо за сегодняшний разговор. Я очень надеюсь, что этот разговор в этом плане будет крайним. И мы спокойно будем совершенствовать то, что мы должны усовершенствовать. Всего доброго. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.